Чемпионы, всем дичайший салют! С вами канал новости UFC и просто каскад событий из мира единоборств, которые мы с вами будем по очереди разбирать в выпуске. Ну а вы, друзья, поддерживайте канал своими бойцовскими лайками, ну а самым активным отдельное спасибо. Ну и приступим! Претендент на чемпионский титул UFC в легчайшем весе Алджамей Стерлинг не оставил без внимания решение действующего чемпиона дивизиона Петра Яна провести свой тренировочный лагерь в знаменитом клубе American Top Team, поделившись своей реакцией в соцсетях. «Петр, ходили слухи, что тебе негде тренироваться. Теперь все в порядке? Я-то готовился к поединку против Гори Сентхегена в гараже. Надеюсь, тебе хорошо и удобно во Флориде, мистер Пощада», – написал Стерлинг. «Не беспокойся обо мне, переживай о своей заднице. Я готовился в гараже к титульному поединку, так что не вижу здесь ничего особенного», – ответил Ян. Но Стерлинг решил последнее слово оставить за собой. «Главное, не вздумай снова все отменять, а то в прошлый раз ты выбыл, сморозив какую-то чушь», – написал Стерлинг. Также отметим, что действующий чемпион UFC Петр Ян открылся фаворитом в бою против Алджамея Стерлинга. Ну а далее, раз уже мы упомянули титульное противостояние, которое состоится на UFC 259, сразу же стоит сказать, что на этот кар турнира, который пройдет 6 марта, запланированы еще три титульных поединка. И сам турнир обещает быть просто грандиозным. Нас ждут титульные противостояния между Яном Блоховичем и Истраэлем Адысани за пояс в полутяжелом весе. Нонис против Меган Андерсон за титул в женском полулегком и Петр Ян против Алджамея Стерлинга за пояс в легчайшем весе. Ну а также в карте будет еще куча ярких противостояний. А мы двигаем дальше и переходим к очень жесткому и скандальному. Боец UFC, протеже популярного и скандально известного менеджера Али Абдель Азиза Ирвин Ривейра задержан за попытку убийства двух человек. И по информации, которая известна, по ходу бойца совсем поехала крыша. Впрочем, делайте выводы сами. Боец UFC напал на двух своих родных сестер, приехавших к нему погостить, и нанес им множество ранений, ни одно из которых, к счастью, не стали критичными. Боец практически прикончил своих родных сестер, но тем все же удалось выкарабкаться. Согласно полицейскому отчету, 22 и 33-летние сестры были найдены накануне с многочисленными ранениями. Но в ходе происшествия младшая сестра сумела добежать до соседей, позвав на помощь и сказать, что старшая сестра еще в доме под прессингом брата. Приехавшие копы обнаружили другую сестру истекающей, в отключке. В настоящий момент обе женщины госпитализированы, и подробно о их состоянии нет информации. Но свидетельство тому, что Ривейра отбит на все голову, оттверждает его заявление. Прибыв на место, полиция обнаружила Ривейра, который стоял и говорил копам, что сделал это потому, что ему приказали это сделать высшие силы. Менеджер Ирвина Али Абделазиз, которому журналисты сейчас обрывают телефон, на звонки не отвечает. При этом в официальном заявлении UFC сообщается, что менеджер Абделазиз был в курсе проблем Ривейры с психикой и уведомил UFC об этом. Ну а это уже жесткое нарушение, не только со стороны менеджера, но и со стороны промоушена. То есть все знали, что у Ривейры неполадки с башкой, но парень в 2020 году отбился на трех турнирах UFC и более того должен был уже в марте встретиться с Рэем Родригесом. Ну а в свою очередь сестры бойца опубликовали официальное заявление, в котором дали понять, что искренне любят своего брата и молятся о его психическом здоровье, заявив, что они невиновны ни в чем. И очень любят своего брата, а также надеются, что их брат получит профессиональную помощь, в которой так нуждается. Ну а мы двигаем дальше. 45-летний российский боец Марат Балаев сообщил, что продолжает свою карьеру, отметив, что у него остался один бой по контракту и он хочет его закрыть. Ну а далее Лига кулачных боев Беркнакл Файтинг определилась с дебютом сексуальной Пейдж Ван Зант. И как сообщается, Ван Зант дебютирует против Бритни Харт, но почему-то бой пройдет под другим баннером кулачных боев под названием Кнекл Мания и состоится он 5 февраля. Ну а далее Крис Сайберг хочет бой с Кайлой Хайрисон. Крис Жустина мечтает встретиться в легком весе. И олимпийская чемпионка под зюдо и боец ММА Кайла Харрисон видится ей идеальным кандидатом для дебюта. Топовый полусредневец UFC Гилберт Бенц поделился мыслями и высказался в адрес Майкла Чендлера, заявив, это не простой бой для Майкла. Изначально UFC хотели свести его и Джастина Гейджи, так что мы и готовились под Гейджи. Но тот по неизвестным причинам несколько раз отказывался от поединка. И в итоге мы получили соперника Дэна Хукера. Он очень жесткий парень. Хукер крупный боец для легкого дивизиона и у него отлично поставлена ударная техника. Но с другой стороны у нас Майкл Чендлер. Настоящий зверь, бывший чемпион Беллатар. У него много нокаутов, много побед и в том числе он побеждал бойцов UFC Эдди Альвареса и Бена Хендерсона. Это будет непростой матч для Майкла, но я предсказываю, что он удивит зрителей. Он особенный, он очень взрывной и очень быстрый. Он потрясающе комбинирует борьбу с ударной техникой. И я уверен, что он будущий чемпион UFC. Президент UFC Дана Уайт высказался о скандальном американском бойце Нэйти Диаси. Президент UFC заявил, что надеется снова увидеть Диаса в этом году. И что тот захочет снова выступать. И мы двигаем дальше. Диетолог Конора Макгрегора заявил, что Макгрегор может уложиться в полу легкой весовой категории. Сейчас Конор большой парень. Лично мне не хотелось бы смотреть, как он гоняет вес до полу легкого веса. Но все достижимо. Взгляните на Жузе Альдо. Он дерется в легчайшем весе. Однако диетолог не знает, ради чего Конор захотел бы спуститься в 66 килограмм. Учитывая то, что Конор там уже захватил все, что можно было захватить. Также сообщается, что билеты на поединок Макгрегора и Парье были распроданы за мгновение. Компания UFC договорилась с властями Арабских Эмиратов о возвращении зрителей на свои турниры. Первые три турнира UFC, которые пройдут в Абудабе 16, 20 и 23 января, на арене Этихад запланировано пустить зрителей в количестве не более 2000 человек. А билеты к турниру Парье Макгрегор были распроданы в течение 18 часов. Отметим, что стоимость билетов стартовала от 215 долларов и доходила до 1350 долларов. Российский боец Александр Шлеменко назвал бой для возвращения Хабиба Нурмагомедова, заявив, «Думаю, он еще вернется. Ненадолго. Сложно сказать. Мне кажется, вернется. Тем более разговоры все больше и больше происходят на эту тему. Я не знаю, что им движет. Например, бой с Сент-Пьером. Я слышал о таком. Было бы интересно посмотреть. Фергюсон уже не актуален, потому что появился Оливейро. С Оливейро и Хабибу было бы более логично провести поединок. И если Оливейро продолжит побеждать, о нем станут говорить, а о Хабибе начнут забывать. С Конором Макгрегором было бы бомбовое противостояние. Интересно. Опять же, из-за той же самой потасовки после боя есть очень много недосказанного. Бой-то прошел. Победитель есть. Проигравший есть. Но вопросов еще больше оказалось, заявил Шлеменко. Ну а тем временем, каждый, кто открывает Инстаграм Макгрегора, невооруженным глазом может увидеть, какой акцент он делает на своей форме. Да, в принципе, практически все бойцы любят говорить об этом до поединка, чтобы и соперника запугать, и фанатов успокоить. На днях печально известный и вовсе выложил фото, на котором при помощи определенных манипуляций в фотошопе поставил в октагон друг напротив друга себя, подписав. «Сероны Макгрегор и Альварес Макгрегор. Я бы уничтожил обе эти версии самого себя. Вместе взятые. Полностью бы разрушил их». «16 дней», – подписал Конор этот пост. Ну а пока Макгрегор готовится к поединку, чемпион Хабиб Нурмагомедов позволяет себе побаловаться тортиком. А именно, шеф-повар с мировым именем приготовил шикарный торт в честь Хабиба Нурмагомедова. Шеф-повар Бурак Оздемир приготовил специальный торт для чемпиона. Кондитерское изделие огромное по своим размерам. На нем изображен чемпионский пояс UFC, а на подносе выложено имя Хабиба. Чемпион Хабиб не оставил без внимания это творение, написав. «Огромное спасибо, брат Бурак Оздемир. Это был великолепный ужин», – написал Хабиб. Ну и на этом, чемпионы, наш выпуск подошел к концу. Ну а вы делитесь своим бойцовским мнением в комментариях, ставьте лайки, балалайки, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать свежие ролики. Ну а кто еще не подписан, подписывайтесь. Ну а вам мира и добра, и до новых встреч. Пока-пока.